Как мы уже сообщали ранее, президентом Алроса назначен заместитель главы ГОХРАН Андрей Жарков. Он уже приступил к своим обязанностям и, как стало известно, новый президент будет развивать кампанию в соответствии с утвержденной стратегией, рассчитанной до 2023 года. Подробности у Александра Шершукова. 23 апреля заседание наблюдательного совета алмазной кампании началось с обсуждения вопроса, на который вот уже полгода многие ждали ответа о назначении президента Алроса. Кандидата собравшимся представил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Напомним, что именно Минфин предложил правительству рассмотреть кандидатуру Жаркова на пост президента Алроса. Кадровое предложение согласовали заинтересованными ведомствами, а после соответствующую директиву подписал и премьер страны Витри Медведев. Та политика кампании, которая проводилась в последнее время, будет дальше продолжена. Это, на наш взгляд, успешная стратегия развития кампании. Мы видим итоги реализации работы по улучшающимся финансовым результатам кампании Алроса. Поэтому хотел предложить членам Доблюдательного совета посмотреть кандидатуру Жаркова Андрея Вячеславовича. Просил поддержать ее. И не сомневаюсь, что мы вместе будем дальше работать во благо кампании. 42-летний Андрей Жарков с 2010-го занимал пост заместителя руководителя Гохрана. До этого он в разное время работал в Центробанке, Норникере, на Приокском заводе цветных металлов и в Русале. Наблюдательный совет Алроса нового главу утвердил единогласно. Контракт с Жарковым заключается на три года. Я действительно не новичок в этой отрасли, хотя у меня не было опыта руководства такого рода кампаниями. Поэтому скажу, что, естественно, немногому предстоит узнать и научиться. Но я уверен, что при поддержке наблюдательного совета и вместе с высокопрофессиональной командой, которая в настоящее время работает в кампании, я уверен, что мы справимся со всеми вызовами. Андрей Жарков подчеркнул, приоритетные задачи для Алроса – рост объемов добычи, усиление позиций на международном рынке, развитие сбыта и выполнение социальных обязательств. Но главная цель все же – максимизация. Мы ставим задачу развития рынков сбыта компании Алроса. Мы ставим задачу повышения эффективности ее работы, прибыльности и, соответственно, увеличения дивидендов для ее акционеров. Новый руководитель компании уже приступил к своим обязанностям. Ожидается, что Андрей Жарков в ближайшие дни посетит Алмазную провинцию для знакомства с коллективом и предприятиями. Продолжение следует...